Я вам тайну передаю, видение. Ему мать постоянно, она имела высокую интуицию. И матери сказали, родится у тебя ребенок, нужно ему внушить, что он является Богом. Ему нужно сделать очень сложную, важную задачу. А какую? Мы ему скажем. И вот она ему постоянно внушала, что вот он, Бог, Бог. А она говорит, а как? Он говорит, сосредоточь внимание, и чтобы ты не спал, вот он, держи. Она летит и начинает держать, держать мысль. Вот он держит, держит мысль, вот получение, что он должен. Вот он здесь размышляет, размышляет, держит мысль, держит мысль. И ему пришла какая идея? Он собирает десять философов из Греции. Вот он, десять философов из Греции. Каждому строго за десятимерность. Один вопрос. Собрал десять ответов. Понимаете? Это мужик Греции. Десятимерная система. И его задача – пройти, соединиться и выйти на женское номер. Это Индия. И задать у голых мудрецов те же самые вопросы. Десять. И соединить левую и правую часть мозга. Вот его задача. Соединив левую и правую часть, закрутить процесс. Вот он десять лет вел войну с Грецией до Индии. Закрутил этот процесс. Смотри. Вышел на Индию. А там один мудрец начал ему помогать. Хочешь, зону даю? Хочешь, зону даю? Мы тебя защитим. Он все защитил. А он говорит, а почему ты меня защищаешь? А потому что для меня важен генофонд народа. А он говорит, а почему твой дорог идет в войну? А потому что ему важно показать самого себя для народа. Это эгоист. И тогда он говорит, хорошо, дай мне определенное золото. Дай мне выход на голых мудрецов, и я ухожу. Все, больше мне Индия не нужна. И все. И он его начинает делать. Тут же приглашает в лес. Голые мудрецы под каждым деревом там сидят. И он задает опять, выбирает. Десять голых мудрецов. Это женское начало. Задает эти же вопросы. Они есть. Я нашел это в пятиклассное учебнике для пятого класса. Здесь вопрос он задавал. Женщин, мужчин. А это и есть найти истину. Мы только сейчас. И когда до него это дошло, вот он соединил. Он полностью прекратил все войны. Он понял, какую чертовщину он натворил. Это десять лет. Он, посмотрите, сколько он карму наработал. Это весь его генофонд уничтожается. И он схватился. Все. Все золото. Семьсот кораблей загрузил. Отправил через Африку. Сам набрал винища. Спасти, спасти своих воинов. Потому что у каждого у него великолепная память была. И он каждого, каждого знал по памяти. И вот он все в войне, и начинает убегать. А ангелы начинают ему помогать. Но что он сделал, это великое дело. Вот он сделал то, что ему подсказали. Закрутить на планете Земля левую и правую часть мозга. Первая подсказка была какая? Его была задача. Первый отказаться от убийства. И поэтому они берут, который он приговорил к смерти. Ангелы выпустили, зацепили. Сказали, иди. Он надел одежду Македонс и сел на его трон. И вот Македонс заходит, чтобы одеться. И вдруг видит этого самого, которого он должен отрубить голову. Это ему шла подсказка. И он должен был, вот в данном случае, если бы он упал, покаялся и перестал убивать людей. Вот начался процесс его спасения. Но он этого не сделал. Собирал его. Конечно. Он раз отрубил его, еще больше. Тогда к нему второй. Это все ангел пытается помочь. Второй ему приходят, все дают дары. И говорят, докажи свою. Вот узелочек. Он берет сабли. Опять не развязал. Понимаешь? А ему надо было всего лишь сесть, вот так подумать. И он бы развязал этот узелок. Откуда он пришел, что он должен был сделать? И высказать, да, сознательно. Он это вот опять не... И делают третье, самое решительное. Это дают ему короны из алмазов. А она левую и правую часть мозга вот передвигает. И вот когда он надел, мгновенно он потерял всю память. Не было этих ханактов. Понимаете? Да. И в результате он даже не... Зачем он пришел? Что он должен сделать? Но самое главное, это стало проявляться у нас на планете Земля, четко, ясно. Да. Когда он умирал, он прожил только три года. Вот он умирает, к нему собралось большое количество толпы. Кому, кому ты передашь? Вот это колоссально. Посмотришь, вся Европа, вот вся Азия, вот закручены, все народы. Это все он подчинил себе, закрутил процесс. Это колоссальные были силы. Кому, кому ты отдаешь? А он прошептал. Самому достойнейшему. И в результате пошла война, и вот они уже греки, своей собственной, обрубали, обрубали кармический хвост, который сделал македонский. Своей жизнью, своими драками. А для чего? Для того, чтобы женское и мужское начало начало работать. Откуда вот Аркаим появлялся? То же самое сделал, если посмотреть, это самое. Да, кто у нас командовал этим самым Чингисхан. То же самое, его задача была, он там молился, вышел на Европу, а потом, а дальше-то что? Вызвал мудреца, а мудрец ему говорит, ты натворил столько бед, что у тебя 400, а у тебя ты удар по всему генофонду. И тогда он что делает? Он отдает власть трем своим сыновьям, говорит, прекратите драться, восстанавливайте потоки. Объяснил. А сам с мудрецом пошел в Шамбулу и начал молиться, молиться, отрубать кармические хвосты. То есть подобные вещи, да, подобные. Вот сейчас миллиардеры собрались, спланировали первую, вторая мировая, тоже спланировали определенную группу людей. Сейчас идет третья, один за одного. Это вся семья такой идет, кармический удар. Если вы знаете, полностью нейтрализуется все, кто вот это участвует в этом. Потому что они хотят 6 миллиардов погубить людей. А это такой геноудар. Это война против Бога, война против генофонда. А это война вообще против самой жизни. Вот представьте, 10 городов, когда Лемурия была, да, 8 городов заполнилось, а заполняли атланты, они по частотным параметрам. Каждый город имел цветовую гамму и так далее, и так далее. 10 городов, 8 городов заполнилось, а 2 самых крайних-то не заполнены. Нет частот, нет ангелов, нет атлантов, готовы вот работать на это. Они обращаются всем вот этой толпой. И из одного места Орион Салис, из одного народа, выбирает самый повышенный потенциал интеллекта. Это и есть еврейская нация. Посмотрите, откуда появлялись. А самый-самый повышенный потенциал, вот сердечко, это вот русичи. Их заселяют вот эти два города. Вот их задача закрутить процесс. Это мужик, а это женщина. Посмотрите, уже у Атланта, смотрите, это Лемурия. Вот Лемурия была закручена. И когда они вот это закрутили, 64 миллиона человек, 10 городов вот так резко погрузились. Три дня из пирамиды получилось 4 гранита. При этом отрицательной энергии не было. Они все сразу, они возвращались к Богу. Смотрите, как они осмыслены. Это они сознательно, это все начало, твердь все, понимаете, растрясли. Вот это города Дух и Зелая. Вот это первое было заложено то, чем мы. А уже Атланты, используя вот эти знания, заложенные там, смотрите, 10 городов, вот они начали формировать. Первый, вот Македонский сотворил беды и несчастья. Вот почему вот этот взяли и закрыли. Потому что это уже нельзя давать. Потому что подобные пошли и Гитлер, там Наполеон пошли и так далее. Начали появляться личности, которые вот подобные вещи стали творить безобразие.